Приветствую вас, и давайте для начала определимся так. Вы начали бояться с какого момента. Давайте определим момент, с какого, с которого вы начали испытывать страх. С того момента, как у вас начались проблемы на работе, то есть вы с мужем развелись, он вам взял зла, вы на это внимание особо не обращали. Вот у вас начались проблемы на работе, и вы сейчас вспоминаете теперь то, что говорил вам ваш муж. Получается так, что вы начальник склонны верить в проклятие, в негатив и так далее. Соответственно, если вы хотите избавиться от страха, то вам нужно понять, что ваше представление о мире, о проклятии, о негативе, является следствием магических представлений, то есть нерациональных. Необходимо разместить все по полочке, понять, что человек никак не может влиять на вас, будучи на настояние, что это просто в течение обстоятельств, что у вас начались проблемы на работе. Также нужно отделить проблемы с вашим мужем и аналогичные с работой, так как это две разные сферы жизни человека. Что касается мнения, то мужчина не может простить вам, что вы его оттолкнули, и его состояние действительно меняется, потому что в зависимости от настроения он хочет вас вернуть и хочет вас унизить. Но он не может простить вам, что вы его оттолкнули, вы ведь унизили его, вы оскорбили его, вы ущемили его горло, самолюция и так далее. Он и женщину завел, наверное, чтобы показать вам, что он живет дальше, что он от вас не зависит, что он не жалит о том, что вы развелись. Он и внимание на повышение своем акцентирует только для того, чтобы показать вам, что не вы его успех, что он от вас не зависит. То есть тут у нас имеет место мужчина неуверенный в себе, мужчина нашей сожемленной гордостью, мужчина отчаянно пытающийся самоутвердиться за ваш счет. И мы имеем дело также с вашей внушаемостью. Откуда пошла ваша вера в проклятие? Откуда пошла ваша вот эта вот приверженность вот этим вот приметам и так далее? Вот с этим моментом и нужно поработать. Кто вам это внушил и почему вы считаете, что это возможно? Как вы это объясните и на чем базироваться ваша, значит, теория относительно того, что мужчина может вас вгладывать. Дальше, что касается работы. С работы вы написали немножечко непонятное. Дело в том, что вы пишете, что вам прямым текстом говорят, что вами недовольны тем, что вы исполняете свои обязанности. Простите, а как вы должны действовать, чтобы вами были добрыны? Не исполнять свои обязанности? Вот я буквально читаю ваш текст. Тут немножечко непонятно. Если вы написали то, что написали, то можно предположить, что ваш начальник не хочет, чтобы вы исполняли свои обязанности должным образом. Он хотел бы, чтобы вы делали что-то другое, и вам очень самостоятельно здесь нужно определиться. Если вы хотите работу сохранить, то вы, безусловно, учтете недовольство начальства. Будете делать так, чтобы оно было в первую очередь довольным, а потом все обязанности. Это первое. Второе. Вы написали, что работаете в нефтяной фирме, в нефтяной компании. Как вы знаете, нефтяной рынок сейчас переживает не самые лучшие времена, мягко говоря. Идут сокращения и, значит, как добыча, так и штата работников. Соответственно, ничего удивительного в том, что у вас проблемы на работе нет. Еще раз повторю, нефтяной рынок сейчас нестабилен. И поэтому отсылу все негативные знаки. То, что всегда все было хорошо, как вы пишете. Вы пишете это, наверное, в контексте работ. Так, действительно, добыча нефти раньше была одним из самых прибыльных бизнесов. Но сейчас цена на нефть падает. Точнее, она падала. Сейчас она начала расти, но неизвестно, как это будет долго длиться. И, естественно, сейчас никто не даст вам гарантия, что нефтяные компании сохранятся в том же виде, в котором они были много лет. Просто потому, что сейчас изменяется ситуация. Сейчас переходный период на рынке нефти. Переходный период – это тревожное время. И в этом виноват не вы, в этом не виноват ваш муж. Так, вы попали в такой период. И все, что вам нужно – это принять обстоятельства и стараться удержать то, что у вас есть. Выработать четкую стратегию по цели – остаться на работе. Сохранить эту должность. И не думать, не нравить свое время, свои силы, свою энергию, свои эмоции на то, чтобы изматывать себя мыслями о проклятиях, о том, что вы не можете доказать, о том, в чем нету четко, ярко выраженной связи. Вообще, у меня оказалось решение, что вас некому поддержать. Может быть, вы слишком много работаете, слишком много думаете, вам не расслабиться немножко. Может быть, где-то отдохнуть с друзьями как-то или еще что-то. Подумайте, как вы могли бы отдохнуть, отвлечься. И вот, сделав это, вы убедитесь в том, насколько отстраненными были ваши суждения. Насколько они были отдаленными от реального положения вещей. И все у вас будет хорошо, обязательно. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду вам благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и удачи. И удачи. Опять же, хотим пожелать вам стойкости, терпения и выдержки. Осталось с вами, неизвестно. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...